Всем доброе утро! Время уже полодиннадцатого, я долго спал, вот, и сейчас у меня что-то дробанулся. В итоге как-то, ну, медленно еду, останавливаюсь, потому что у меня что-то прям по лошадь проснулся какой-то весь отекший, уставший, вот, еще и отравленный. Сейчас мы едем в штате Луизиана и заезжаем через мост в штат Миссисипи и проезжаем реку Миссисипи. Любимую реку американцев, которые они просто, не знаю, песни они поют, что это прям, она их вормит, продовольствие там выставляет, что она, ну, короче, глубокая река достаточно, по ней ходят такие большие корабли, там есть всякие различные экскурсии, вот, и есть всякие различные товарники, которые доставляют продовольствие. Ехать остается 14 часов, вот, я думаю, что можно, в принципе, за сегодня проехать, но я, наверное, не буду так, что-то неплоховатенько. Вот река у нас, красотища-то какая, фильм смотрели все, которые про эти, где на реках такие большие, вон, катамараны стоят, вот, а тоже стоит такой теплоход, который прям с большими барабанами гребет на паровом двигателе, такой, как паровоз, как, вот, это все здесь было снято. Вот, в этом штате я еще не был, так что мы с вами здесь впервые, вот, какие впечатления, впечатления хрен его знает, то же самое, что и Луизиан. Вот, ничего не поменялось, такая же деревня, очень сильный боковой ветер, вот, я, бывает, еду и вижу, что прям траком в жопу сносит, и когда я обгоняю трак, вот, меня два раза чуть не унесло, прям, реально, то, что я приусловил, приходилось выруливать, прям, так, руль. Потому что уносит, малыша уносит, легенький, как этот, в перышко, вот, здесь еще какие-то пикапы непонятные, я, не знаю, таких не видел, фонды, фонды. Сейчас уехал, я вам показал его. Я думаю, если что, там, не знаю, доехать сегодня до какой-нибудь, там, финишной прямой до точки, там, в Флориде, чтобы не оставалось часа четыре где-то до Майами. И завтра утром просто махнуть, и чтобы прямо с утреца, там, быть, а потом весь день лежать, загорать, отдыхать. Так, друзья, мы с вами находимся, где, 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 сейчас вы угадаете по номерам в Алабаме, вот. Сейчас я остановился, надо зайти в магазинчик, купить, пополнить свои запасы, это лучший магазин, тачка вообще просто, как, как танк, прет и едет, все. Вот, Prius'ов здесь я что-то не наблюдаю, здесь тоже нелюбимая машина, мой, походу, здесь будет первый. Вот, в доллар три я сейчас пойду, очень дешманский магазин, всем советую. Но если вам надо снеки, и просто купить, попить, они ничем не отличаются, даже, чем в обычном магазине, вот. Просто приходите, едите и уходите. Причем денег практически не тратите. DVD, блядь, кто-то DVD смотрит. Блядь, ну вообще ужас какой-то, просто. DVD, DVD, соки, соки, вот моя любимая вода, всем советую. Возьмите чипсы. Такими, попить, ну, нет, давайте Regan возьмем. Regan. И поедем дальше. Я сейчас в Алабаме, купил чипсы и напиток, знаете, насколько вышло, что 2 доллара. То есть чипсы там 2 по цене одного, все по доллару. Дешевый очень магазин, мне очень нравится, безумно классно. Вот, сейчас я еду в Buffett, в Buffett я поеду кушать, получается. Это такие места очень крутые, где ты просто заходишь, платишь там, ну, 12-13 долларов. И просто у тебя шведский стол ешь, пока не лопнешь. Вот, я думаю, не хочу покупать пиццу, там, еще какую-то фигню. Нашел сейчас Buffett, вот, мне ехать до него 34 минуты. Он находится прям почти в центре города, мы о чем проедем. Вот, так он выглядит. Сейчас зайдем, посмотрим, что по ценам. Тарелки наберу, поставлю, так, немножко подсниму. Приус так и до сих пор один. Больше нету. Так, пишет, что, что там открыто, хотя бы, господи, все фут. Того плейт, 10 долларов. Лишь суши. Пис, ман, штучка. Так, идем с вами набирать тарелки. Выбор здесь есть вообще, короче, шикарное. Мясо, хираса. Все это за 10 там долларов. Вы платите. Просто кушайте, пока не умрете. Представляете? Короче, Турция отдыхает. Шлифы. Каша из приветок. Шашлык. Вот так вот мы питаемся в дороге в Америке. Просто концы с концами сводим, бля, пацаны. Сейчас потом шишу-то с вами посмотрим, что-то видит. Такая тарелка получилась. Вот. Так что, такие дела, пацаны. Сижу в Алабаме, кушу. Приятного мне аппетита. Такой ресторан. Приятненький такой. Хороший, мне нравится. Ммм, как вкусно. На самом деле вкусно. Здесь очень круто. Бля, креветы все рассыпались. Сой, короче, есть. Кока-кола только 1,20 доллара. Тарелка, сколько хочешь, 10 долларов. Простите за кривую съемку. Из-под полы. Я сейчас лупанул две такие тарелки. Вот. Запил это все большим стаканом Кока-колы. И знаете что? Все, я больше никогда не хочу ехать. Сейчас посплю. Надо ехать дальше. Что-то обожрался. Прям вообще не рассчитывал. 14 долларов вышла вся вот эта канитель. Это, я считаю, прям классно. Типа, ну, тарелку ты одну покупаешь. Она стоит 9,99. И получается, 2 доллара стоит Кока-кола. Ну, остальное там типа налоги. И там уже включен 1 доллар этот, как его, чаевой официантки. Ладно, я оставил ей еще 5 долларов. Хорошая женщина. Девочка, я не знаю, как робот такая все это. Ховы, гадай. И ходит по стоянку кол, спрашиваю. Вот, так что все, двигаем дальше. Ну, там сейчас пробки пишут. Вот, ну, в общем, где-то часов 9 еще осталось ехать. 700 майлов. Вот. Так что поднажмем. Ехать будем где-то, я думаю, часов до 10, наверное. А я сейчас так насрал в штаны. Видите, машина черная поехала. Это полицейские. О, вообще просто такой стресс. Они меня сейчас нагнали. Это вообще просто, блядь. Вообще, у меня просто ужас. У меня этот страх, этот сраный с Москвы остался. Я сейчас просто ехал, записывал голосовую по телефону. И они стояли, получается, поперек дороги. Я их не видел. Торчали. Только крыша торчала. Я такой, ну, увидел. И они просто стартанули за мной. Короче, резко. Он прям по газам. Я думаю, типа, ну, все, мне пиздец. Вот. И получается так, что, типа, я поехал. Блядь, ну, их здесь очень много. Сейчас еще одни стояли прям. Причем там две машины стояли. Вот. Блядь, вообще просто стрел на Алабама, блядь. Вот. Короче, я ехал. Вот. И они, он стартанул за мной. И просто, короче, мне в задницу уперся. И просто ехал. Я снизил скорость до 68. Разрешенная здесь 70 майлов. Я такой думаю, блядь, что он будет делать? Короче, сижу такой, молчу просто, блядь. Ну, даже просто прямо смотрю. Хотя у меня стекла затонированы. Он объехал мою машину. Так вот сбоку. Посмотрел на нее сбоку здесь. Очень долго ехал, ехал. Потом перестроился назад. Я думаю, ну, все, типа, он будет это... Сейчас тормозить меня. У меня сзади, вон, вообще там, кровать не убрана. Все как бомж пакет. Блядь, в машинах жить запрещено в Америке. То есть даже ночевать нельзя там сразу. Не знаю, ну, не знаю, что было бы. Он ехал где-то минуты 4, наверное, так. Вот, вот это 4 минуты. У меня просто ладошки потом все покрылись. Не знаю, задница вся потом покрылась. Я такой еду, думаю, блядь, думаю, все, сейчас хлопнет. Короче, он перестроился назад. А потом просто перестроился влево. И, ну, где-то набрал скорость. Ну, как бы небольшую. Просто я ехал где-то 70, он там 90 набрал. И поехал вперед. И все, я только, видите, отпустило. Сразу за камеру. Хвататься. Я переел только что. Господи, у меня с таким стрессом. Сейчас меня хотел хлопнуть вообще просто. У меня руки просто дрожат. Этот страх сейчас докопается. Хотя, я думаю, что, до меня докапываться как бы, ну, регистрация у меня в норме. Как бы, ну, тачка стоит. Вон, вон он стоит. Вон он. Смотрите, прячется как. Вон они, видели? Просто в лесу, как волки такие. Огромные сабурбаны стоят. Наглухо тонированы вместе с лопашами, с передними стеклами, с кенгурятниками. Блядь, вообще стрёмные тачки. Вообще, как в Техасе. Такие же были в пылище все чёрные. Такие опасные. Да они здесь на каждом шагу вообще стоят. Я не знаю, просто, ну, дохренища просто их здесь. И вот я еду, говорю, что, ну, типа, за что меня хлопать. Телефон я скинул, как бы, ну, здесь есть, как бы, такая статья, что тебе, как бы, офицеру надо показать видеосъёмку, либо, там, ну, доказать, в общем, что телефон у меня был в руке. Если он скажет, что у меня был телефон, скажу, нет. И всё, как бы, ну, только через суд, либо с доказательствами, как бы. Больше никак. Вот. Регистрация нормальная. Номера нормальные. Как бы, права всё есть. Как бы, регистрация есть. Как бы, ничего нет. Ну, просто вот этот страх остался, как в России. Когда едешь мимо гаишников, думаешь, всё, чё, сейчас сколько отдавать денег? Сколько чего? Сколько это? Просто могут пристать сейчас, типа, сколько за рулём ехал, с Калифорнии, там, а тебе надо отдохнуть. И они могут сопроводить меня в отель какой-нибудь, реально, как бы, и заставить, ну, снять номер и спать. Говорят, ну, отдыхай, типа, завтра поедешь. Потом позвонят в отель, ещё скажут, остался я, не остался, там, то есть, ну, здесь всё серьёзно. То есть, как бы, ну, либо штраф. Штраф за что? Я не знаю, за тонировку. То, что она такая, как бы, глухая, но, как бы, не в этом штате. Я скажу, в Калифорнии она разрешена. Так что, чё вам надо? Причём он едет, вот этот офицер, как бы, ну, полицейский рядом со мной. У него тоже тонировка, но не глухая. У него, ну, где-то, наверное, пятнашка сбоку. Я вижу, он смотрит на меня такой, едет. А у меня вообще тонировка пятёрка, то есть, вообще наглухо тонировано. То есть, он, ну, как бы, смотрит сюда и видит своё отражение. Всё, он никого не видит, кто там, что там, как бы. Ну, они могут просто поэтому, как бы, тормознуть, что, скажем, ну, слишком чёрная тонировка. Прям очень чёрная. Вон он стоит опять. Он может поехать, смотрите. Вон он, видите? Вот он прям стоит, стоят они просто, видите, на каждом шагу херачат. И вот он опять поехал. Но он уже поехал за этим фургоном. Или, возможно, за мной. Сейчас он скажет, блядь, подумал, скажет, ну, чё-то я это. Обогнал его, посмотрел там, чё-то сидит какой-то задрот. Блядь, да, он едет сюда, короче, в мою сторону. Он объезжает по второй полосе и сюда едет. Блядь, если сейчас тормозят, вообще ужас будет. Вот. Но я еду 68. Поэтому, как бы, ну, не должен он ко мне пристать вообще. Вообще никак. Мне нету причины остановки. Ну, только чисто проверка документов. Вот, сейчас я вам покажу. Не, я если сейчас, ну, это, смотрите в зеркало. Видите? Едет субурбан, там, чёрный этот. Вот, это он охотится. Охотится. Сейчас только чуть-чуть за сплошную заедешь прям. И у мигалки врубятся, всё сразу. Давай, тормози документы, показывай. Всё, вот он сейчас, видите, присматривается к этому фургону. Чё везёт, откуда везёт. И вот он так же со мной ехал, смотрел. Сейчас он фургон отгабгоняет и будет сейчас уже ко мне. Всё, сейчас опять пошла потная катка. Поэтому, это, переживаем. Он тормозит, видите, фургон затормозил, он тормозит. Я еду на этом. На, как он называется? На круиз-контроле. Вот он. Фургон сбавил скорость, обоссался. Короче, меня хлопнули, а? Я, короче, они ехали не за фургоном, а за мной, блядь. Вот. И в итоге они просто, вот, в сториз я вот только успел снять, что полицейские меня остановили. Вот. Но очень крутые ребята. Они говорят, ты знаешь, почему мы тебя остановили? Я говорю, нет. Они говорят, а потому что ты затонирован наглухо. Мы, говорит, не видим, кто там, что там вообще, говорит, едет. Говорит, из Калифорнии очень много едут наркотиков в Майами. Вышел я из машины, они подошли ко мне, попросили иншуранс, попросили права. Они, как бы, представились, все очень классно, круто сделали. Вот. Он говорит, на первый раз я тебе не буду выписывать тикет, я тебе сделаю предупреждение. Я сказал, окей, спасибо большое. Вот. И они говорят, выйди из машины. Я думаю, ну все, сейчас будет обыск или еще что-нибудь. Я вышел из машины, вот. Они меня, это, просто говорят, пройтись прямо. Я прошелся прямо. Вот. Они говорят, присядь в машину к офицеру. Я присел, там собака. Огромная просто собака. Из-за этого. Ну они вообще просто. Там у них стоят оружие, дробовики, автоматы. Они очень жесткие. И, ну, причем они такие, ну, накачанные, здоровые. И там два чувака едят, два офицера. Вот они сейчас едут мимо меня. Вот. Они меня остановили, бандиты. Вот. Ну, нормально, как бы, ну. Ничего не сказали, ничего не сделали. Как бы, ну, очень вежливо общались. Очень, как бы, не нагло, ничего. Я говорю, у меня английский, говорю, лимитированный. Я говорю, то, что, ну, и все могу, это, понять. Вот. Они начали просто простыми фразами разговаривать. Они говорят, типа, окей. Я слышу по рации, говорят, то, что мы остановили мексиканцы, кто-нибудь говорит по-испански. А они сейчас такие, мы остановили русского, кто-нибудь говорит по-русски. Он посадил за комп, начал пробивать все мои штрафы, вообще все, 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 что есть. Вот. Типа, где я, где-нибудь числюсь, не числюсь. Вот. Ну, и в это время они со мной разговаривали, спрашивали там про, это, обстановку в России. Я говорю, я не знаю, я уже два года, типа, здесь не был. Они говорят, почему ты едешь в Майами со всеми своими вещами? Вот. Я говорю, если, они говорят, если ты едешь в этот, в Майами, у тебя, говорит, должно быть маленький рюкзачок. Почему у тебя, говорит, большая сумка стоит сзади? Вон она стоит. Вот. Они еще просто не увидели. Я резко захлопнул, получается, то, что, это, они вон тоже чувака сейчас хлопнули, просто я видел. Я захлопнул сейчас свою кровать. Они такие смотрят на меня, ну, говорят, ты где-то спишь? Я говорю, ну, в отеле, говорю, ночевал, говорю, вот. И ночевал, говорю, в этом, в машине. Я говорю, вообще классно, говорю, разложил, постерил. Они такие, в машине, они такие, ух. Я такой, ну, да, говорю, типа, один день. они такие, ну, ладно, говорит, ну, где ты, говорит, останавливался? я говорю, только что, говорю, останавливался кушал, говорю, показал им Баффет, показал им видео с этого, они говорят ну, ты вообще останавливаешься? я говорю, конечно останавливаюсь, говорю, они говорят, а зачем ты останавливаешься? я говорю, я снимаю видео я снимаю это, я снимаю то вот, и в общем, вот так вот меня тоже мигалками херак, наверное вот они здесь, что стоят, что хотят, то и делают отпустили меня с Богом, говорят отъезжай, мы тебе ничего не это не выпишем. Бля, ну вообще угар. Прикольно. Ну, нормально пообщался, я их понял хорошо, они, ну, вежливо общались, я тоже нормально общался, посмеялись, вот, и все отпустили домой, я думаю, ну, блядь, слава богу. Все. Из-за тренировки, короче, хлопнули. Ух ты! Флорида! У-ху! Я во Флориде! Все, вот эти злые полицейские, которые на границе стоят, все, они закончились. Ха-ха-ха! Наконец-таки, блядь, до Майами осталось рукой подать. Всего дает 8 часов. На своих двух и мне навстречу только ветер.